Мы всегда влияем на ситуацию настолько, насколько можем. И влияние это всегда означает доброта и спокойствие. Если вы спокойно, допустим, с ним общаетесь на эту тему, и он не реагирует, значит, так действует судьба ваша коллективная, общая. Вы ничего не можете с этим сделать, и хорошие партнерские отношения означают сказать человеку, объяснить, если он не реагирует, значит, дать ему возможность ошибаться. Если он ошибется на маленьком, то большое спасете. Но суть движения всегда, вот вы говорите, я хочу построить завод. Ну и стройте завод. Потом вы говорите, я хочу сделать медицинский завод, да? Потом я хочу сделать питание, да? Но это же другое, правда? Это другое просто. Вопрос, если можно построить, чтобы это было автономно, ну, то есть запустить производителя. Ну, вот смотрите, если это другое, значит, тогда вы должны понять, что на каждый проект, который вы хотите делать, вам придется тратить свою судьбу, свои силы. И если вы сразу запускаете два проекта, то это означает, что вы рискуете. Может быть, у вас судьбы хватит и на десять проектов, но так бывает очень редко. Обычно лучше делать так, вы один как бы включили, видите, пошло, запускайте потом второй. И следите за первым. Это, ну, в лучшем случае, если вы суперинтеллектуальный, энергичный, талантливый, развитый человек. Но самый лучший вариант, который дает беспроигрышный вариант, это включиться сильно в один проект и прямо как бы довести его до конца. Ну, как, довести до возможности двигаться вперед, имеется в виду, автономно более-менее, а потом уже включаться в другой. Потому что сознание человека никогда не способно, ну, как на двоих лодках поедешь, как бы, порвутся штаны. Я понял, сильно включаться нельзя во все процессы. Здесь вообще никак не надо включаться, надо только в один сильно включаться и все остальное оставить в покое. То есть ваша проблема заключается в том, что вы, ну, как бы, вот один предмет схватили. Вы знаете, если все хватать подряд, первое, что ты схватил, вываливается из рук. Это так дети делают, они не соображают, идут там, что-то берет, берет, у нее падает все, что было до этого. Вот вы в таком состоянии сознания сейчас находитесь. Почему? Потому что судьба вас расплющила успехом. Вам кажется, что вы можете все, но это очень скоро закончится. Пройдет три месяца, и у вас уже не будет такая сильная карма, как сейчас. И тогда вы уже поймете, что вы не в состоянии тянуть все сразу, то, что сейчас вы хотите взять. А сейчас у вас все будет получаться. Но лучше сразу ограничьте себя, зная, что дальше судьба не будет так милостива к вам. Вы сейчас чувствуете, что все получается. Вот это беру, получается, то беру, получается. А может еще что-то взять и будет получаться? Будет получаться. А еще можно? А можно, как там это в этой юмористке, а можно 5 килограмм взять? Можно, но испортится. Беру 5, пусть портится. Помните, на склад пришелся, его развезло там. Я все понял. То есть, если ты спосыл один процесс, становиться автономно и не требует твоего участия... То продолжай участвовать там по какое-то время. А потом, если ты реально как бы все сделал, как хорошо там все работает, так же вкладывайся в следующий. А если твой начальник делает не так, то посоветуй ему делать так. Если он пролетел где-то, потом напомни ему свой совет. Так можно развивать человека, только на его ошибках. А если вы раз в развитые отношения, он услышит вас и не будет так делать.